всем привет из хорватии вы посмотрите море какое спокойное и по-моему уже закипающие у меня такое ощущение что вполне себе может повториться история какой она уже пятилетней давности когда начато что берег вот такой это из-за шторма сильнейшего про который я как-то упоминала вроде бы или или не упоминала да я по-моему рассказывала что очень сильный шторм был тут все сносило даже в некоторых городах к сожалению были пострадавшие так вот что хотела сказать а вчера у нас была весна 17 градусов расцвели цветочки в парке музыка орет рождественская новогодняя так что может быть за кадром будет вопли сильный так вот у нас пять лет назад такая же была история когда очень жарко очень сильное солнце влаги много потому что но дожди у нас бесконечно шли с маленькими паузами потом когда поднялись резко температуры море просто она никак не закипела в прямом смысле слова бурлила она просто стала давать влагу и свое тепло кстати сейчас отлив хорошо так берег спустился и над морем стало создаваться господи боже мой вот штормом кстати это я же испугалась штормом их ударяет и на волнах носит и они погибают птицы так вот спаде увидела лишь плохо что-то стал облака подымались над морем затягивали все сильнее несколько дней и потом а здесь был очень интересный такой эффект когда весь город был в тумане знаете вот когда лондон мы представляем в каких-то своих историях или видео смотрим абсолютно также значит на горах солнце жарище мы ходим в футболках ожидая новый год вы представляете и а в городе здесь просто бешеная влага все затянуто ничего перед собой не видно трех метров я спустилась в город в тот день снимал у меня есть ролик это было обалденно на самом деле прохлада огроменная разница вот буквально спускаешься и причем к туман такой густой как сметана ты просто в него въезжаешь и дальше ничего не видишь что хотела дальше сказать нифига себе как вы мало вот этот камень и вообще никогда на берегу не видела потому что его заносит и видите природный песок вот как вы мало вычистила вот такой вот пляж на самом деле песчаный что дальше хотела рассказать значит да потом читала информацию с четверга или с пятницы возможно изменения типа резкое похолодание но дело в том что так нам уже говорили нас уже вроде как пугали сильными холодами но но может быть 0 может быть минус 1 было раз или два на самом деле плюс 15 13 все цветет но по погоде до хотел еще вот что сказать сейчас это стало остановилась разговаривала с мужиками среди какая какая обалденная картинка прям такая гладь и волна ровная спокойно два парня из школы волонтеры и мужчина с ними собирают этот донации на бездомных ну пока постояли поговорили так посмеялись классно мужик вспомнил молодости югославии с пацанами там типа когда что интересно просто знать так вот просто с людьми с незнакомыми даже встать поразговаривать ситуация ситуация мы я с ним половой у него пора спрашивала как вот сейчас река и бездомные именно насколько реально помогают насколько им реально нужна помощь насколько они адекватно пользуются этой помощью потому что уже неоднократно об этом и говорила тем более перед праздниками всегда тема обостренные говорят что вот то этого не хватает то там не помогают то еще что то в принципе нормально работает красный крест кухня для них бесплатная мало кто конечно вообще хочет изменить свою жизнь им помогать делать документы им их социализирует кстати прикол недавно вот прочитала второй раз уже в тюрьме в одной у нас здесь фирма которая производит шоколад они людей обучают на для упаковки для там какой-то переработки и это шоколадная фабрика использует ну как не использует труд тюремных этих заключенных но они типа приобщают к жизни так сказать чтобы они сами зарабатывали чтобы они просто так не сидели чтобы они были полезны обществу но естественный доплачивать но тоже неплохо по социальным случаем еще вот была история женщина с ребенком у нее нет мужа она сама доходы никакие в государственную государственную квартиру на что государство из определенной квартиры которые они по каким-то там причинам распределяют могу сказать что тоже неравноправие огромное потому что знаете как часто бывает эти квартиры уходят не тем кому надо мне не редко слышим такую историю что кто-то там из какой-то политической тусовки занял такую квартиру плюс ему еще заплачивает за счета он живет сам там не знаю в 100 квадратах просто переночевать а люди которые действительно нуждаются не получает это я прям очень часто слышала плюс я сама своими глазами видела такие помещения такие квартиры которые стоят закрытые они употребляются или только во временное потребление даются но там были конечно комментарии поддержки за и против что так делать можно ли так делать нельзя ли на это наоборот заостряет внимание на социальный случай бла-бла-бла знаете отдельная отдельная тема для разговора так просто хотелось вспомянуть смотрите это кстати кто-то ел и бросил это реально клешня потому что здесь есть большие крупные раки их выносит тоже во время шторма но найти очень редко можешь там звезду какую-то у нас здесь или рак они больше наверно к туда к острову прибивают я просто смотрю берег рассказывай смотрю картинку берега обалдеть насколько это все вы мало сейчас вообще не узнаваемо на самом деле эти глыбы этот подъем на будет чистить потом и ровнять к сезону что еще интересного что быстренько допишу и завязываем сейчас зашла на почту узнать ситуацию что происходит среди какая рак что происходит с наш это а давайте это отдельным видео засниму потому что будет слишком длинный ролик уже для загрузки